Сейчас щитом государства считаются ядерные боеголовки. А вот раньше техника безопасности была более провинутая. Для обороны города достаточно было одного памятника Петру Первому, который Пушкин назвал медный всадник. Император не раз являлся во сне главным мужем империи и обещал, что защитит северную столицу. Возможно, именно поэтому Санкт-Петербург никогда не сдавали в роду. Место для памятника выбрано не случайно. По легенде, во время лихорадки Петру приснилось, как на Петербург идут враги. Выбежав на улицу, он вскочил на коня и поскакал к Сенатской площади. Тут он решил перепрыгнуть через Неву, но упал в воду. Выбраться ему якобы помог змей огромных размеров. Именно он теперь лежит в основании скульптуры. Этот монолит знаменит тем, что принял на себя удар молнии. Транспортировка гром камня заняла четыре месяца. Традиция натирать причинное место императорского коня пока относилась только к курсантам, но зная, как хорошо у них обычно складывается карьера. Пожалуй, и другим стоит попробовать. Ну а что мы теряем? Сделать это совсем нетрудно, а ласка даже железному жеребцу приятно.